Здравствуйте, уважаемые книголюбы. Добрый день. В студии Михаил Губин. Олег Пека. Мы начинаем программу «Переплёт», и сегодня мы поговорим о книге, которая совсем недавно появилась на книжных прилавках в сети магазинов «Полярис». Это книга «Энна Каупа. Прекрасная Антарктика». И мы... Поговорим о самой Антарктике, надеюсь. Поскольку у нас сегодня в гостях русский редактор этой книги, Сергей Воробьёв, полярник, автор, собственно, книги своей, своей, по ту сторону земного шара или игры для настоящего мужчины. Да, вышедший где-то в 2005 году. В 2005 году, да. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что вас эта тема волнует, и вы пригласили меня в вашу студию. Но вот книжка, это, как я понимаю, это русское издание эстонской книжки знаменитого эстонского полярника «Энна Каупа». А как так получилось, что эстонцы вот так вот вырвались вперёд во своение Антарктиды? Ну, не то, что вперёд они вырвались, тем не менее. Но не только по сравнению с Латвией. Это единственная республика, если не считать РСФСР во времена, период Союза, которая участвовала очень активно в освоении шестого континента. То есть практически участвовали в освоении РСФСР, Российская Федерация и Эстония. Они внесли существенный вклад, и до сих пор эстонцы занимаются проблемами этого материка, потому что материк представляет грандиозный, можно сказать, научный интерес. И за 100 лет, можно сказать, активных исследований, именно научных исследований, потому что открыта она 195 лет назад, в этом году исполнилась как раз, можно сказать, такая полуюбилейная дата, 195 лет со дня открытия Антарктиды. За последние 100 лет было сделано очень много, можно сказать, таких существенных и основательных открытий, фундаментальных, которые проливают свет на, скажем, геоисторическое прошлое нашей планеты, на состав атмосферы. То есть мы углубляемся на миллионы лет назад и узнаем наше прошлое, и можем прогнозировать наше будущее. А вот статус у Антарктиды сейчас какой международный? Ну, статус таков, что по международному договору в Антарктиде, который подписали практически все страны, Антарктида является нейтральной территорией, и как можно любая страна вправе построить там свою научную станцию и заниматься... А вроде же были попытки каких-то стран Латинской Америки заявлять там какую-то принадлежность территориальную, какой-то части там сектора какого-то? Да-да, действительно, претензии до сих пор существуют у некоторых стран, а в частности у южноамериканских стран, такие как Аргентина и Чили, они небезосновательно считают это своей территорией, поскольку 11 миллионов лет назад... Нет, я путаю это большинство. 11 тысяч лет назад, не так давно. Да, это был единый материк, то есть Южная Америка разорвалась с проливом Дрейка именно 11 тысяч лет назад, а до этого была единая территория, и они, наверное, вправе считать антарктический полуостров, который почти примыкает к Южной Америке, да, своей территорией. И мало того, они там очень хорошо обосновались, у них есть там свои станции, похожие на небольшие такие городки, в отличие от наших полярных станций, там есть свой аэродром, своя почта, своя школа, там даже семьями могут люди находиться, когда остальные станции, это в основном чисто мужские коллективы, и зимует там год, как правило, поэтому... Кстати, вот насчет Чили, приходилось слушать такую историю, не знаю, какая или нет, что когда генерал Пиночет еще не был диктатором, он был на этой полярной станции, даже какое-то время там находился, и якобы подружился с каким-то советским полярником, что потом имело для него большие последствия, неприятные, когда выяснилось, что он чуть ли не друг Пиночета. Вы что-нибудь слышали об этом? Знаете, вокруг Антарктида вообще ходят много разных баек и мифов, можно сказать так, да, возможно, что-то было подобное. Я знаю только одно, что поскольку Антарктический полуостров, вот такой государство, как Чили, считает свои территории, да, то после строительства там в 60-е годы, в начале 60-х годов была построена станция Белинсгаузен на острове Ватерлоу. Он имеет двойное название «Остров Ватерлоу» и «Кинджордж», такое спорное, да. И после строительства этой станции буквально на следующий год чилийцы построили свою президенту Эдуарду Фрей, которая находилась там буквально в нескольких шагах от нашей станции. И вот так получилось, что в соседстве мы уже давно, но мало того, этот остров сейчас обосновали, наверное, десяток стран, там есть и китайцы, и украинцы, и кого там только нет. То есть остров сам по себе интересный, представляет интерес. И мало того, он удобен для строительства, вообще удобен, потому что это территория, не покрытая снегом. Не покрыта снегом. Таких территорий в Антарктиде мало, всего 2%, тем не менее, существует. И вот стараются закрепиться именно на этих местах, потому что это более... А вот столько много стран. А не бывает там практически разогласий? Я посмотрел, вот там рядом станции, скажем, британская и аргентинская. Причем, ну, между ними же был военный конфликт. Или вот, вы говорите, там есть российские, украинские станции. Да те же вот чилийцы, когда же... Надо отдать должное, что взаимодействуют они на таком хорошем, дружеском уровне, никогда не бывает конфликтов никаких, да? То есть всегда идет взаимовыручка, взаимопомощь, взаимодействие. То есть она проявляется во всем буквально. И в каких-то экстремальных ситуациях всегда выручают. И просто ходят в гости друг к другу. И в годы холодной войны между американскими и женскими полярниками не было никаких. Да, представьте себе, все было в порядке. Мало того, мы обменим, был обмен учеными. Наш ученый всегда находился на американской станции Макмерда, одна из таких больших станций. А американский ученый находился на нашей станции Восток, которая находится на геомагнитном полюсе. Это стабильно было каждый год. Поэтому политика не влияла. И мало того, ведь, как ни странно, население там небольшое, но тем не менее обходится без границ, без парламента, без полиции. Без чего войти. То есть там не вбивают какие-то колышки, что там пограничная территория, там это все наша земля. Нет, этого ничего нет. То есть это сугубо мирный материк, исключительно мирный. И, конечно, дает нам всем пример сожития. Но вы впервые попали туда около 40 лет назад, получается, так? Да, прошло уже почти 40 лет. Даже больше. Потому что первый раз я побывал в 1971 году в составе научно-исследовательских судов. Поскольку я работал в Институте Арктики и Антарктики в Ленинграде, старейший из институтов. И он имел свой научный флот. И вот эти два научных судна, профессора Зубов, профессора Визы, они в период обеспечения экспедицией становились уже не научными судами, а обеспечивающими судами. То есть обеспечивали антарктические экспедиции. И мне удалось побывать там три раза. Три раза в составе экипажей. И один раз я там зимовал на станции Новолазерск. Это был 1976 год. Как раз с моим коллегой Энном Каупом. С которым вы давно знакомы, получается? Да, мы как раз там познакомились. И до сих пор, мало того, мы не только с ним имеем хорошие контакты и дружеские отношения, но полярное братство, оно очень крепкое. Мы знаем друг о друге. Часто встречаемся. И надо отдать должное эстонцам. У них есть свой полярный клуб. Там порядка 60 человек в нем. И они каждый год отмечают, встречаются. То есть есть еще и кроме Каупа, еще и другие эстонские полярщики. Конечно, и довольно много. А станции у них нет там? Да, станцию они хотели... Действительно, где-то это было, наверное, лет 5-6 назад. У них был проект строительства своей собственной национальной станции на берегах Антарктиды. И было уже выделено место. И там проект был, так сказать, полностью досконально проработан. Но финансирование... Национального кризиса, наверное. Да, не хватило денег на это. Тем не менее, вот здесь фотографии в газете, в книжке вашей, что эстонский флаг развернут на Антарктиде. А вот как насчет латвийского флага? Был он поднят когда-нибудь на шестом континенте? Были там, скажем, вот не то что латыши, но жители современной Латвии? Нет, ну дело в том, что надо сказать, что когда присутствует кто-то на любой станции, допустим, тот же мой коллега Кауп, он зимовал вместе с китайцами, с индийцами на индийской станции, там обязательно увешивается флаг того государства, чей представитель находится на этой станции. Поэтому и эстонский флаг там, конечно, развивался. А латвийского не было? Латвийского я не могу с полной уверенностью сказать, но, скорее всего, не было, да. А как далеко бы были, вот я смотрел, ваша станция на Латвии, Латвии находится на побережье. А как далеко бы были в глубине Антарктиды? А, в основном наши, не только наши, а все полярные станции, которые находятся на антарктическом материке, они, как правило, расположены по окружности, на побережье. Ну, есть же какой-то инополюсик. Да, есть две полюсные станции, это одна из них – Восток. Это советская станция, она была открыта в 1957 году, и следом за ней – это геомагнитный полюс. Самое суровое место на Земле. То есть, по всем параметрам оно настолько отличается от всего остального, что все самое-самое, то есть самые низкие температуры. А какие температуры? Минус сколько? Ну, там было зафиксировано в 1982 году температура в 89,2 градуса. Это же глаза лопаются, да? Конечно, не то, что глаза, металл лопается. А металл структуру теряет свою. То есть, топливо превращается в кашу, бензин не воспламеняется, то есть, можно его открытым огнем поджигать, а не воспламеняется. То есть, это низкие температуры. Ну, а средняя температура там 50-60 градусов, минус, конечно, да. Очень суровые условия. И, тем не менее, там существует эта станция уже с 57-го года. И до сих пор она есть. И до сих пор она так мало того есть. Она считается одной из таких уникальных станций в плане научного интереса к ней, поскольку под ней находится озеро Восток. А, это которое бурили. Да, которое бурили, да. И добурились все-таки. В итоге добурились. И, конечно, она представляет уникальные, взяли уникальные пробы с поверхности этого озера. Ну, и до сих пор там идет полемика, изучение. Там обнаружены признаки примитивной жизни на уровне генов, бактерий. То есть, получается, что это древнейшие существа, да, которые населяли Землю? Да, которое нам определено где-то 115 миллионов лет назад. Вот это озеро образовалось и существует в полной изоляции от всего, так сказать, остального мира. То есть, там, в полной темноте, при минусовых температурах. И что, и получается, что внесли какую-то заразу, ведь будет. Да, вот самая проблема была, так сказать, в том, чтобы не внести туда что-либо. И были бы очень большие споры, полемика, чуть ли не за драки, как говорится. Особенно американцы очень переживали за то, что мы могли внести туда нечто постороннее, в тот вот уникальный мир, да. Поскольку скважина заливалась смесью антифриза с керосином, чтобы она не замерзала. И вот боялись, что вот этот антифриз мог проникнуть. Но, тем не менее, российские учёные доказали, что можно обойтись именно этим методом, да, и не занести туда ничего. Поскольку давление сразу выталкивает весь этот антифриз. И действительно так и оказалось. То есть, под большим давлением пробка-то была выдавлена, и получили чистые пробы. То есть, в озеро ничего не занесли. Ничего не попало. Ничего не попало, да. Но вот, кстати, по поводу того, чтобы не испортить природу, не занести ничего. Здесь в этой книге «Прекрасная антарктика» рассказывается о том, что фотографии с пингвинами, которые вот здесь есть такая чёрно-белая фотография, 1972 года, сейчас практически невозможно сделать, поскольку запрещается приближаться к пингвинам ближе, чем на 5 метров, а в период гнездования даже на 15. Да, да, да. Ну, это действительно уникальная фотография, потому что в те годы, 60-е, 70-е годы, тогда эта конвенция не работала, и её практически не было, защитить окружающей среды. Она только готовилась к этому времени. Поэтому к пингвину подходили, брали на руки, сфотографировались с ними, особенно вот маленькие пингвинчики. Ну, а вот на выставке, которую мы организовали, опять же, с моими коллегами, которая находится на улице Таллиннс, 97, русский дом. Сумолично, что именно Таллиннс. Да, символично, да, Таллиннс, значит. И там есть действительно более 40 фотографий, где, ну, уникальные снимки в своём роде, потому что то, что там отображено, уже сейчас практически не существует, как свалки, которые там организовывались, да, которые... А куда интересны? Ну, приходилось всё вывозить. На большую землю. Это очень дорогое удовольствие, конечно, да, очень дорогое удовольствие, но, тем не менее, приходится всё вычищать. То есть все выходные полярники увозят. Ну, вот здесь даже говорится о том, что там в какое-то время пингвины уже привыкали к тому, что можно поживиться чем-то у полярников, уже приходили бесстрашно. Не только пингвины, там, птицы, поморники, которые гнездятся вот в этих скалах, да, поскольку в станции, я говорил уже, что стараются построить на скальных основаниях, да, которые в Антарктиде называются оазисами. Это не тот оазис, где растут пальмы, там, и есть вода, а просто оазис, который освобождён от этого ледникового щита. И вот прилетают туда птицы и действительно подкармливаются с отходами камбуза, там, и причём настолько привыкают к этому, что становятся почти ручными. Но сейчас это запрещено, да, получается, что там говорят, чтобы не вторгаться в дикую природу, поскольку... Да, сейчас очень строго к этому относятся, и, конечно, санкции есть, там есть контроль определённый, причём и самоконтроль, безусловно, да. Даже сообщаются интересные данные о том, что запрещено использовать куриное мясо полярникам, потому что есть риск иначе заражения штаммом вот птичьего вируса в колонии пингвинов, и, не дай бог, там может это привести к каким-то экологическим очень серьёзным последствиям. Да, вплоть до этого, да, очень строго действительно. А вот все станции бывшие советские работают или некоторые всё-таки законсервированы? Ну, пожалуй, программа исследований, которую мы начали в 1956 году, она немножко свёрнута в том плане, что это требует большого финансирования. Здесь экономическая ситуация не позволяет расширяться, как вот, скажем, в 70-е, 80-е годы, да, мы всё время расширяли своё присутствие там. Сейчас мы, конечно, поддерживаем определённый уровень, я имею в виду Россию, конечно, да, мы поддерживаем уровень, то есть основные станции, такие как «Восток», безусловно, она сохранилась, станция «Мирный» первая до сих пор существует. Мало того, построили, вот сейчас достраивают станцию «Прогресс», которая заменит «Мирный», а «Мирный» — это база для обеспечения станции «Восток», потому что станцию «Восток» можно обеспечить только с береговых станций, одна из них была «Мирный». Сейчас вот переносится всё это на станцию «Прогресс». Современная станция, оборудованная всеми, к последнему слову, так сказать, современной науке и технике. — Правда ли, что на полюсе стоит памятник Ленину? — Ну, не памятник, это бюст Ленину, да, гипсовый бюст, действительно, ну, такая была традиция, да, то есть вот первая станция, она «Мирный», это действительно была построена в районе моря Дэвиса, на берегу моря Дэвиса, именно на берегу. И берег Правды называется, это вот место, которое было открыто нашими исследователями. И там построили, не имея опыт, конечно, строительства станции в Антарктиде, а имея вот арктический опыт, да, построили обычно, вот как построят в деревне дома, с одной стороны улицы и с другой, посередине сама улица, а в конце памятник Ленина. Постепенно там изменился ветровой режим, станцию стала заносить снегом, была титаническая борьба с этим снегом, то есть каждый раз приходилось всё это отгребать, но природа оказалась сильнее, станцию стала заносить, и в итоге, так сказать, поднимался только памятник Ленина. И в итоге получилось, что голое поле с такими вот там бучинами, с выходами из домов, потому что приходилось сделать такие вертикальные шахты для выхода наружу, да. И вот в конце памятник Ленина. То же самое и на станции Восток. То есть она, я думаю, что он сохранился, хотя полной уверенности в этом нет, поскольку я там ни разу не бывал, вообще побывать там довольно трудно. Если в Антарктиде, как ни странно, за всю историю её существования побывало около миллиона человек, довольно приличное число, да, то на станции Восток там, ну, буквально сотни, потому что добраться туда невозможно, бывают только специальные люди, которые зимуют, там, обеспечивающие, ну, и авиаторы ещё. Мы буквально через несколько минут вернёмся в студию. Я же пока хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях исследователь-полярник Сергей Воробьёв, который также является редактором русского издания книги Энна Каупа «Прекрасная антарктика». Эта книга появилась в соцсети магазинах «Полярис». Да, и очень красивая познавательная книга. Мы вот о книге, наверное, уже тоже поговорим сразу после новостей. Я хочу просто напомнить, что вы можете задавать вопросы, наверняка такая удивительная возможность задать. Человек побывавший, неоднократно побывавший в Антарктиде. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете также задавать вопросы в видеочате. Ну, и вот небольшой перерыв на новости и рекламу, после чего мы вернёмся в студию. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Продолжается программа «Переплёт». Я напомню, что можно звонить, задавать вопросы нашему гостю Сергею Воробьёву, который трижды побывал на южном... На южном поле, на южном материке. На южном материке, да, в Антарктиде. И является русским редактором книги своего коллеги и друга, с которым вместе он зимовал, «Прекрасная Антарктика». Вот, может быть, вы расскажете об этой книге немножечко, потому что я, насколько обратил внимание, ваша книга — это такие были мемуары, вот рассказ человека, который побывал там. А НКОП написал, скорее, такую научно-популярную, получается, книгу, такую общеобразовательную, которая рассказывает об Антарктиде. Ну да, это действительно так, потому что я не учёный, поскольку в Антарктиде я занимал должность электромеханика. То есть там есть обслуживающий персонал, есть научный персонал. Мы работаем, конечно, ради науки, вот, и приоритет ей отдаётся. И моя книга — это художественное произведение, а моего коллеги, отчасти оно и художественное, потому что впечатление, в общем-то, обычного человека о самом материке, где он побывал гораздо больше времени, чем я провёл. Практически период, который он побывал на материке, это с 1971 по 2013 год. То есть совсем недавно там был. Поэтому, конечно, у него и впечатлений больше, а книга под заголовок книги так и называется — «Открытие и впечатление». Поэтому здесь с двух точек зрения. Он с научной точки подошёл и с точки обычного человека, то есть свои впечатления о увиденном. — Но тут и исторические очерки осмотрели всё. — Да-да, здесь, конечно, и об открытии Антарктиды. Если углубляться на 195 лет назад, когда русская экспедиция под водительством Беринсгаузена и Лазарева... — Тут подчёркивается, что он уроженец своего страна. — Ну, конечно, это его соотечественник. Может быть, отчасти это повлияло на эстонские амбиции в отношении Антарктиды. Потому что всё-таки их соотечественник — Фадей Фадеевич Беринсгаузен. — Фабиан Готлиб. — Да, Фабиан Готлиб, Бенджамин фон Беринсгаузен. Это его настоящее полное имя. Но после, наверное, принятия православия он стал просто Фадеем Фадеевичем. — Нет, я понял, вот эстонцы, мы лестно, что открыл Беринсгаузен. А вот, если где-нибудь в мире оспаривается, приоритет России в открытии Антарктиды. Не говорят, что нет, там Кук открыл или кто другой? — Ну, Кук точно не открыл, потому что... — Не доплыло. — Ну, последние его слова, что за тем градусом, где он там, 70-й градус, где он побывал, что Земли нет. Это его слова. То есть он был полностью уверен, что там ничего нет. И, собственно говоря, сама экспедиция была направлена не на открытие какой-то мифической Земли, которая действительно стояла под большим вопросом, да, а углубиться максимально на... — На юг. — То есть достичь максимальной широты. То есть они достигли там 76 градусов южной широты. — Ну, из-за льдов он дальше не может. — Да, и больше ничего. И вот когда они достигли этой широты, они как раз увидели признаки материка, то есть там горное образование. — Ну, вот другие там страны не подвергают сомнению, что это вот Белинсгаузен, Лазарев открыли. — Ну, знаете, действительно, есть теории, что до Белинсгаузен и Лазарева там побывали китобой и люди, которые занимались моржовым промыслом. — Ну, может, там какие-нибудь туземцы Южной Америки, да, тогда. — Ну, это, конечно. — Ну, туземцы, конечно, в меньшей степени. — А все-таки вот, да, существуют версии, что, то есть, конечно, оспаривается, так как оспаривается вот открытие нашей экспедиции острова Ватерлоо, это русское название, а второе название — остров Кинг-Джордж. Он на картах так и отмечен двумя названиями, потому что, ну, спорное. Кто первый открыл, там непонятно, действительно. Ну, с Антарктиды, наверное, происходит то же самое. Там есть моменты, когда некоторые исследователи считают, что приоритет все-таки принадлежит не русской экспедиции. — Как вы стали редактором русского издания? То есть вы ли проявили интерес, или вам предложили этим заняться, перевести? Почему вот эта книга была переведена на русский язык? — Ну, во-первых, это, конечно, это решение автора, тем более он мой друг, меня хорошо знает, а редактор должен владеть темой. То есть простой редактор, конечно, вряд ли бы отредактировал книгу так, как она отредактирована сейчас, поскольку все тонкости, все нюансы, которые там отражены, да, надо все-таки понимать, о чем пишут, а поскольку очень качественный переводчик с эстонского, то есть литературно, грамотно переведено, но там много вещей, которые приходилось править, поскольку нужна соответствующая терминология и подходы, ну и так далее. Поэтому он обратился ко мне, как к моему старому коллеге, старому знакомому, хорошему другу, и мы вот создались. — Игоист, она уже в Риге. — Да, она и в продаже, она в Полярисе есть, в частности, вот в отделе, в книжном отделе, в домине она продается. — Да-да, не только, а в магазинах Полярис. — Была же презентация ее, была встреча с читателями. Вот какие, чем больше интересовались читатели, какие вопросы вам задавали, о чем шла дискуссия, споры? — Ну, надо отдать должное читателям и посетителям, которые были в тот момент на презентации книги, что действительно интерес был. Это видно и по лицам, и по вопросам. Там на Ютубе даже выставлена полная версия этой презентации. Можно посмотреть. Ну, еще раз говорю, что интерес... Ну, очень важно, как подать материал еще, конечно. Я думаю, что эта книга великолепно отражает саму тему и все ее какие-то такие моменты, которые, ну, всегда будут интересны читателю. Поэтому... — Вот здесь, кстати, даются интересные данные, я уже заметил о том, что больше всего туристов антарктических из Соединенных Штатов Америки примерно 2700 человек в год приезжают. Вот здесь даже приводится такая статистика. И 39% — это американские туристы. Из них из 27... Ой, извините, 27735 человек — это вот те, кто побывал за сезон. — Так миллионы набегают. — Да. И из них вот 30% из Соединенных Штатов. Затем уже идет Германия, Австралия и Китай. Ну, и там Россия, например, в этом списке даже не фигурирует. — Ну, далеко, конечно, и дорого. — Ну, во-первых, далеко, потому что поездка стоит там самая... В зависимости от класса каюты, поскольку туристы отправляются на специально оборудованных судах, и в зависимости от класса каюты поездка может обходиться от 5000 евро до 15 тысяч евро, да. Но это только именно из порта выхода. Это в порт Ашуая на Огненной Земле и пункта Аренас. — А то есть оттуда надо еще добраться? — А до туда еще надо добраться. То есть тоже удовольствие не дешевое, конечно. — А только можно попасть сюда по морю, а самолеты не летают? — Нет, самолеты летают, но все-таки туристические маршруты, они при помощи судов осуществляются. — Там аэродром есть? — Есть аэродромы, но там я еще раз, я, по-моему, уже упомянул, что на Антарктическом полуострове, где расположены чилийские и аргентинские станции, там существуют аэродромы для принятия колесных самолетов, поскольку, если говорить о других областях, все-таки колесному самолету сесть на неровную поверхность невозможно, а на ледяную поверхность ее надо специально подготовить. Такие вещи существуют. Там большие станции накатывают свои ледовые аэродромы, куда приземляются колесные самолеты, причем довольно — Он же скользит, если не ледовые. — Там специально подготавливается поверхность, там укатывается, она укатывается тракторами, за тракторами тянут такие тяжелые сани, волокуши, и поверхность укатывается и превращается по твердости почти равна бетону. — Но тут даже вот я смотрю советы для туристов, ну и даже вот сам Эн Кауп говорит, что мы даже очень редко пользовались туалетом, помня наставление делать все такого рода дела до выхода с корабля. То есть вот максимально стараются никаким образом не заходить. — И в вашей книге тоже уделено местописанию туалета, я понял, что это не самое комфортабельное место на станции. — Да, ну в те времена, конечно, к этому относились проще, а сейчас, конечно, все идет полная утилизация всех отходов, включая и человеческие, да, естественные. Да, идет действительно утилизация. То есть если это жидкие отходы, идет фильтрация соответствующая, чтобы не попадала во внешнюю среду, ну а все остальное там пакетируется и увозится на... — Да, непросто. — Но правда ли вот, что в этой книге даже указывается о том, что раньше даже истребляли, охотились на пингвинов, то есть, в принципе, относились достаточно, ну, брутально к природе Антарктиды? — Полярники. — Полярники, ну и вообще там, я понимаю, что те, кто охотники... — Нет, дело в том, что современная станция позволяет существовать без каких-то дополнительных вот таких охот за местной фауной, да, потому что продовольствие заводится с учетом на два года, зимует год, то есть продовольствия хватает, там все качественно и довольно... — Холодильники есть. — Холодильники, как правило, там не нужны, но тем не менее, да, и в пингвине мясо съедобное считается, да, и в начале прошлого века, там, французские экспедиции, которые начинали там осваивать Антарктиду, они пользовались тюленем, жиром и мясом, пингвинем мясом, пингвинем яйцами, которые тоже съедобные, да, но они очень жирные, правда, то есть, если поджарить яичницу, то можно без масла, без всего, все равно она остается жирным и довольно трудно удобоваривым, да. Поэтому в данное время, конечно, такой охоты на местную, на китов, в частности, потому что там было очень много еще китообразных, вот, эта охота прекращена, конечно, на тюленей тоже и на пингвинах, то есть не пользуются в данный момент. — А вообще жизнь в условиях такого экстремального холода, насколько она возможна, насколько она трудна, имеется в виду, не только, ну, вот и среди животных. — Можно ли привыкнуть к расе холода? — Ну, вот животные, конечно, привыкают, поскольку они там адаптировались к этому миллионы лет, поскольку они чувствуют себя комфортно вполне, да, и те же пингвины, мало того, они там освоили местную среду настолько, что свободно ныряют, плавают, охотятся. — Ну, как-то странно, обитают в таком вот недружелюбном явном месте все-таки. Холодно жить в этом месте. — Жизнь заставила. — Да, ну, не понятно, что вы заставляли. — Жизнь заставила. — Я думаю, что когда-то там была их родина, когда еще там не было снега, они так привыкли, что потом приспособились. — Ну да, когда-то они были птицами, летали, постепенно адаптировались, остались рудиментарные органы в виде ласт. — А летать они не могут? — Да, летают. Не летают. — А крылья зачем у них? — Ну, крылья стали ластами, которые они используют при плавании под водой. Причем они плавают настолько быстро и стремительно, что как птица в полете буквально, да. То есть освоились. — А вообще вот если говорить о полярниках, в 70-е годы, конечно, это была, наверное, романтика, но вот насколько это особые люди? То есть вот кто становится, выбирает такой путь по жизни? Есть ли какие-то, ну, какие-то должны быть особенности характера, умения ладить с людьми? Ну, то есть вот есть же, наверное, какие-то требования? Проходят люди отбор, отсев? Не просто ведь человек вам говорит, я хочу вот отправиться, и его берут. — Ну, конечно, далекое путешествие, путешествие, конечно, не близкое. Если смотреть по меридиану, допустим, от Риги до ближайшего побережья Антарктиды, это не менее 14 тысяч километров, его надо преодолеть прежде всего. Преодолевают, как правило, на экспедиционных судах. То есть это уже приключение, а судно идет месяц и более. И вот я добирался до Антарктиды 4 месяца, мне довелось побывать на многих станциях, базах, заходами в Австралию и так далее. Это уже, так сказать, целое путешествие и приключение. И, конечно, прежде всего это романтика и в те годы, и в наши годы наверняка романтика. Ну, немалую роль играют, конечно, и денежные вознаграждения за вот эти зимовки. Там можно заработать гораздо больше, чем, скажем, у нас, на наших пажетях, как говорится. Поэтому здесь, ну, и испытать себя, конечно. А вот вы можете узнать, бывало, полярника? Может, там у него какие-нибудь там особенности, загар или что-нибудь еще? А вот полярники, вы знаете, они узнаются. Здесь пришел один полярник, буквально вчера это было, на выставку. Он тоже с бородой, потому что это первый признак полярника. Бород – это борода. Да, первый признак – это борода. И, как правило, их не бреют всю жизнь, да, эти бороды. Вот пришел человек, и оказался он тоже полярник. Он зимовал немножко позже меня, я в 21-ю экспедицию, он в 25-ю. И, тем не менее, знакомое лицо. Вот оно узнается, не знаю, по взгляду, по внешнему виду. Человека как-то вот узнаешь. Да, действительно, есть какие-то общие признаки, даже внешние. Но ведь, наверное, учитывая необходимость долгое время проводить в замкнутом пространстве, должна быть какая-то психологическая совместимость людей. Вот как решается вопрос, если возникают какие-то бытовые конфликты? Ведь это же невозможно просто, когда много месяцев должны люди провести в закрытом помещении. Да, действительно, но дело в том, что это решение созревает внутри человека. Если оно действительно созрело, он готов к этому, он готов ко многому. Ко всем трудностям, несмотря, так сказать, на суровые условия, на замкнутый коллектив. Тем не менее, вот это внутреннее решение, оно является определяющим, пожалуй. Хотя, конечно, медкомиссия тоже довольно серьезная, которая делает свой отбор. Все это нужно пройти. Ну вот Юрий Синкевич, которого ты упоминали, известный врач и путешественник, он вот не прошел медкомиссию в космос, космонавта, но зато прошел на Антарктиду, где, собственно, и пробовал не к это время. Да, но стать космонавтом, конечно, сложно. Там очень серьезный медицинский отбор, гораздо серьезнее, чем в ту же Антарктиду. Но, тем не менее, требования довольно жестокие, жесткие. А вот чисто вот научно, вот Антарктида, она вся изучена? Карты составлены всей поверхности, там нет белых пятен, так сказать? Да, пожалуй, знаете, существует большой атлас Антарктиды, который там в 60-е годы был подготовлен. Она действительно вся закартографирована, имеет, каждый участок имеет свои названия, и довольно тщательно, и мало того, она еще прозондирована радиолокационным методом. То есть даже известно, что подо льдом. Где какие впаде, где ниже уровня моря, где выше, где какие озера, потому что Антарктида изобилует озерами, даже реками, как ни странно, да? Казалось бы... Но они же ледяные. Ну, вот мой коллега как раз занимался озерами, он сам гидробиолог по специальности, да? А поскольку этих озер достаточно много, и они обладают очень разными свойствами и качествами, да? Вплоть до того, что, опять же, Антарктида там все самое-самое. А там есть озера, где вода плюс 26 градусов, ну, это летом, когда светит солнце, да? А есть озера, где вода минус 45, то есть вода минус 45. Каким образом? Ну, это, значит, соленость, причем соленость такая, что больше, чем в Мертвом море. То есть все вот такие вот различные явления, да? И все это в Антарктиде. И вот, конечно, представляет большой интерес для науки, безусловно. И, конечно, удивительный континент, где нет правительства, где нет банкоматов, полиции. То есть практически такое ощущение, что это как будто бы общество, ну, сообщество людей, единомышленников, да? Да, общество будущего, да. Ну, конечно, эти институты там отсутствуют, действительно, деньги там не нужны. Люди живут на всем готовом, занимаются своим делом, и, мало того, делом, которому посвящают свою жизнь. Ну, это большое счастье, наверное, вот, действительно, оказаться там, заниматься своим делом, добиваться своих целей, опять же, да? Поэтому... А есть ли какие-то праздники, которые вот отмечают, полярники? То есть у каждой страны, у каждой станции, ну, наверное, там свои национальные? Да, есть общий праздник, там, это 22 июня, это середина зимовки, это полярный, полярный, значит, пик полярной ночи 22 июня, поскольку там зима в июне, то есть у нас лето, там зима, ну, все наоборот, да? И люди ходят там вниз головами, но, тем не менее, некоторые спрашивают, а если они ходят вниз головами, почему и не кружится голова? Тоже интересный вопрос, да? Или почему белые медведи не едят пингвинов? Белые медведи, да, это хорошо. Тоже задают такие вопросы, да, это интересно. Да, поэтому праздники, да, вот это самый большой праздник, причем всегда полярников поздравляют на уровне правительств, идут телеграммы, но в те времена телеграммы, сейчас, может быть, другим способом. Поскольку интернет проникет туда, ну, и праздники, которые отмечают, скажем, любая страна, безусловно, они отмечаются, то есть в советские времена отмечали советские праздники, сейчас вот отмечают, может быть, несколько другие праздники. Новый год, да, обязательно, прежде всего. Это всегда такие банкеты с обильным столом, с хорошо накрытым, как говорится, ну, по высшему разряду. То есть получается, что вот, прочитав эту книгу «Прекрасная Антарктика», читатель сможет узнать самый последний научный взгляд на историю материка, на его какие-то природные особенности. Увидеть, я смотрю, и уникальные, конечно, фотографии, какие-то исторические снимки из архива автора, и тут самые какие-то последние фотографии. То есть книга невероятно познавательная, такое ощущение, что даже если вот что-то ты знаешь, интересуешься, читаешь, обязательно чем-то она тебя удивит. Ну, такая даже энциклопедия небольшая «Антарктида». Да, пожалуй, это самая свежая книга, которая посвящена Антарктиде. И даже мне, бывавшему там не раз, да, когда я её редактировал, для меня были какие-то определённые открытия, да, и новости. Мне было очень интересно работать, конечно, с ней. Вот. Человек, побывавший в Антарктиде довольно длительное время и вернувшись оттуда, вот, последняя его поездка была в 2013 году. Недавно. Да, совсем недавно, да. То есть охватил большой период, поэтому книга отражает во всей полноте эту тему. У нас буквально ещё несколько минут есть, и я попрошу нашего гостя надеть наушники. У нас звонок в прямом эфире. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Следующий. Вот, кроме исследования, как бы, окружающей среды, там, природы, ветра, воды в озере Восток, льда и снега, какая ещё научная работа происходит на этих станциях? То есть достаточно большие деньги выделяют государство. Что они получают взамен? Что именно ещё делается с научной точки зрения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Поставлен он совершенно правильно. Дело в том, что там это комплекс исследований. Там и глициологические исследования, занимающиеся изучением ледяного покрова и льдов, и аэрологические, и метеорологические, и радиофизические, и магнитологические исследования. То есть целый комплекс исследований, которые дают такую общую картину. А прикладное значение? Ну, конечно, всё это складывается в копилку науки, и когда-нибудь всё это пригодится. Пригодится. И уже сейчас пригождается. Почему? Потому что именно благодаря исследованиям Антарктиды наука не сомневается в том, что за последние почти 500 тысяч лет назад, да, 500 тысяч, там, 493 тысяч лет назад, значит, было четыре ледниковых периода, например. То есть мы уже знаем об этом, что содержание углекислого газа в атмосфере, опять же, за этот большой период, наибольшее именно в наше время. Ну, потепление глобальное. Да, кстати, да, не угрожает ли, кстати, льдам Антарктиды глобальное потепление? Ну, береговую линию. Дело в том, что если произойдёт это глобальное потепление, и, не дай бог, льды Антарктиды растают, да, то уровень Мирового океана поднимется на 50-60 метров. То есть это практически будет затоплена вся цивилизация. Поэтому это серьёзные вещи, и нужно об этом знать. Но такой угрозы на данный период не существует, потому что ледяной баланс довольно стабильный. То есть Антарктида теряет, безусловно, лёд в виде айсбергов, он обламывается, поскольку имеет текущую структуру, стекает с поверхности, обламывается в океан большими, иногда гигантскими айсбергами. И эти айсберги в итоге уплывают в океан, тают, пополняют океанские воды. А тем не менее, если там относительно стабильность в этом плане, то в Арктике, например, там явное потепление. Да, это уже установлено, и Северный морской путь свободен для прохода, как никогда. Поэтому все исследования и весь комплекс исследований в Антарктике вносят свою лепту в нашу науку. Мало того, все аэрологические данные, которые постоянно выдаются, они учитываются при прогнозах, особенно при долгосрочных прогнозах погоды. Это очень важно. То есть синоптики тоже благодарны полярникам. Конечно. Ну и я понимаю, что таким своеобразным дополнением к этой книге является выставка «Наталья НС-97» в «Русском доме». То есть, может быть, завершая нашу сегодняшнюю программу, что на этой выставке можно увидеть, какие фотографии, архивные снимки? Ну, конечно, да-да-да. Конечно, это больше архивные снимки, они принадлежат мне и моему коллеге. Где-то там более 40 фотографий, они относятся к периоду с 1971 по 2013 год. Там отображена флора и фауна Антарктического материка, пингвины, морские... Флора какая, фауна, пингвина, флора. Да, ну, флора, конечно, и тоже, как ни странно. Да. Конечно, там деревья не растут, но, тем не менее, какие-то простейшие мхи, лишайники там присутствуют. Да, да-да-да. Даже можно видеть, особенно на скалах, да. Но это нужно знать, что это лишайник, потому что вот камень покрыт такой накипью, как бы ржавой накипью. Это вот есть, ну, живое существо. А в озерах там водоросли присутствуют, не во всех, конечно, да. Вот в некоторых наших озерах мы фотографировали при помощи самодельной аппаратуры. Там немецкие товарищи нам помогали. Мы опускали такие боксы с фотоаппаратами и фиксировали. Кстати, в этой книге там, по-моему, есть вот этот снимок. А он, это пингвины, и еще кто? Это, ну, птицы, безусловно, да, которые прилетают туда в летний период. И чулени, чулени Моиделла, морские слоны, морские леопарды и киты. Китов довольно много. А вот никакие животы не перепегают со стороны там вот Южной Америки? И там слишком большой, да, пролив? Ну, да, пожалуй. Дело в том, что даже пингвина пытались было перевезти на другой конец Антарктиды. Там его окольцевали, перевезли. Ну, в те же условия практически. Но он через год вернулся вот на то место, понимаете? И птица не может жить. Хотя, казалось бы, в тех же идеальных условиях, в каких она родилась, возвращается на место гнездовья. Знаменитый фильм «Марш пингвинов», который, по-моему, даже приводили. Но он стал очень популярен. Многие проповедники приводили пример, что вот, дескать, птицы и то находят себе пару и не изменяют своим партнёрам. И приводили примеры, говорили, что вот берите пример с пингвином. Действительно так? Ну, я не знаю, насколько можно брать пример с пингвинов, но благодаря своему приспособлению к местным условиям, да, они выработали способ поведения такой, что действительно приходится удивляться, да. Вот, скажем, вот есть один вид пингвина, императорский пингвин, это самый большой пингвин, самый крупный, он достигает метра 10-метра 20 с ростом. И они выводят своё потомство в самое суровое время. Это вот июнь и июль, это суровая зима, когда дуют сильные ветры, морозы достигают минус 40. И они, тем не менее, откладывают свои яйца, вот каждый по одному яйцу, носят в мешочки под лапами. И потом, когда появляются, значит, детёныши, дети, они собираются в так называемые детские сады, их так и называют детские сады, то есть большая такая колония, и они своими телами, своими телами окружают вот эту колонию, чтобы... И греют. Да, и греют, чтобы они выжили. Вот ты их приводил пример, премьер-министр Еврокодов, в одном из своих новогодних обращений, если помните. Вот тогда вот пингвины стали очень популярными в латвийском обществе. — Ну что ж, спасибо огромное. К сожалению, наша программа уже завершена. Благодарим сегодняшнего нашего гостя Сергея Воробьёва. Надеемся на то, что ещё, может быть, вы придёте, посетите радиоболткум. Ну и хочется всем порекомендовать очень увлекательную книгу «Прекрасная Антарктика». Энн Кауп, автор. Открыть впечатление её такой подзаголовок. — Особенно, кстати, вот и подрастающему поколению. У меня было очень поздравительно, поскольку сейчас практически ничего не пишут. — Да, действительно, это так. Так что представляется уникальная возможность окунуться в этот уникальный мир далёкой, можно сказать, планеты. Потому что это действительно все масштабы и все... — Целый континент. — Да, целый континент. — Спасибо. Всего доброго. До свидания. — Спасибо, что у вас интересы. Всего доброго. — Субтитры создавал DimaTorzok